Спаржевая фасоль – лучшие сорта для открытого грунта. Выбор сорта имеет важное значение при возделывании спаржевой фасоли. От правильного подбора зависит не только количество урожая, но и его качество. Качество сортов спаржевой фасоли. Чтобы быть востребованным на рынке, сорт должен обладать следующими качествами и свойствами – зимостойкость, засухоустойчивость, жаростойкость. Солеоустойчивость Устойчивость к заболеваниям, в первую очередь грибковым и бактериальным и вредителям, насыщенный биохимический состав, польза для здоровья, адаптивность и пластичность, высокая калорийность, высокая урожайность, экономическая эффективность, возделывание, технологичность, способность к переработке для приготовления супов, салатов и других продуктов, питание. Желательно возделывать сорта разных сроков созревания, чтобы обеспечить себя свежим полезным продуктом на как можно более долгий период времени. Спаржевая фасоль Лучшие сорта для открытого грунта Спаржевая фасоль Среди сортов стручковой фасоли насчитывается около 100 разновидностей, однако некоторые из них получили особенно широкое распространение, благодаря своим свойствам. Обратите внимание, зеленую или желтую стручковую фасоль часто объединяют в одну группу торшовую фасоль. Со спаржей часто путают вигну овощную. Несмотря на внешнее сходство, это не аналоги, а совершенно разные виды. Это кустовидное растение, в некоторых случаях вьется. Плодоношение начинается в июле и длится до середины осени. Плоды небольшие оттенки, светлых и темных оттенков. При необходимости им можно заменить спаржевую фасоль. Наиболее распространенные разновидности вигны – японская, вьетнамская, китайская, корейская. Вигна – овощная рекомендация по выращиванию. Культуру нельзя возделывать на одном и том же месте. Возвращать ее на прежнюю делянку можно лишь по прошествии минимум 3-4 лет. Также не следует возделывать ее после остальных бобовых. Наиболее подходящие предшественники – морковь, свекла, помидоры, баклажаны, картофель, зерновые, редис, капуста и баэр. Подготовка почвы делянку необходимо начинать готовить еще осенью. Грум перекапывают, внося на каждый квадратный метр 4 кг, перегноя 2 стакана. Л. Пушунки или доломитовой муки по 1 стакан. Л. Селитра и суперфосфата. Подготовка почвы к посадке в таком состоянии участок оставляют на зиму. За несколько дней перед посевом почву вновь перекапывают и разравнивают граблями. Если грумт вязатый и тяжел, рекомендуется внести в него песок из расчета 5 кг на метр в квадрате. Для дезинфекции участка его опрыскивают слабым раствором марганцовки за несколько часов до высадки растений. Семена необходимо предварительно перебрать, убрав мелкие, дефективные, травмированные. Нужно оставить только крупные полноценно сформированные и выполненные. После этого их на 12 часов помещают в емкость с водой, нагретую до плюс 35-40. Затем воду необходимо слить. Место для посадки участок для возделывания споржевой фасоли должен быть хорошо освещен, но в то же время необходима защита от ветров. Небольшое затенение допускается. Высаживать растения лучше с восточной стороны, чтобы улучшить освещение растений после полудня. Грумт должен быть плодородным, взрыхленным и пропускать влагу. Реакция – нейтральная или слабощелочная. Кислая почва нейтрализует пушонкой или изолой. Переувлажненные, глинистые и перенасыщенные азотом земли не годятся для выращивания споржевой фасоли. При близком залегании грунтовых вод также лучше воздержаться от возделывания культуры. Рассада споржевой фасоли, высадка и предварительный уход споржевой фасоли относятся к теплолюбивым культурам. Высаживать ее в открытый грунт можно только после того, как полностью минут угрозы заморозков. Важно, ростки могут погибнуть при температуре плюс 5С и ниже. Для обеззараживания потевного материала его на сутки замачивают в растворе перманганата калия. Затем нужно замочить набухшие семечки в растворе борной кислоты 10 грамм препарата на литр воды на 2-3 минуты. Процедура позволяет защитить растения от действия вредных насекомых. На делянке выкапывают бороздки по 5-6 см в глубину и проливают их отстоявшейся водой. Затем туда же помещают семена и заделывают их на глубину около 4 см. После этого грунт разравнивают и просыпают на него перегной, равномерно распределяя. По возможности рекомендуется натянуть над грядкой пленку из полиэтилена, зафиксировав ее по краям бороздки. Это ускорит процесс прорастания семян. Ширина междурядель должна составлять 25-30 см для кустовых растений и 45-50 см для вьющихся. Спаржевая фасоль в открытом грунте обычно спустя полторы недели начинается появление всходов на поверхности земли. В этот период необходимо провести прореживание, оставив между растениями расстояние в 25-30 см и 10-15 см для вьющихся и кустовых разновидностей соответственно. Когда семянцы достигнут 10-12 см, их окучивают для укрепления корневой системы. При возделывании вьющихся сортов необходимо установить двухметровую опору, на которую фиксируют куст после того, как на нем сформируется стрела. Полив орошения проводят рано утром и по вечерам, чтобы не нанести ожоги и листвия от солнечных лучей. Бывает достаточно одного обильного полива в неделю. Верхний слой земли должен всегда быть увлажненным. В фазу образования 4-5 листьев поливы сокращают, однако ближе к началу цветения опять увеличивают. По завершении орошения почву разрыхляет и подгребает ее поближе к густу, чтобы усилить доступ воздуха к корневой системе. Одновременно с этим следует удалить сорные растения. Достаточно одного обильного полива в неделю удобрения. При появлении первых листьев растениям необходимо нарастить вегетативную массу. Для чего проводят подкормки суперфосфатом 30-40 грамм на квадратный метр. Когда стручки начинают созревать, переходят на применение древесной золы. Как и большинство бобовых, фасоль способна самостоятельно добывать азот. Вследствие этого культура способна обойтись без внесения удобрений данным элементам. Более того, это спровоцирует избыточный рост зеленой массы, что отрицательно скажется на урожайности. Защита от болезней и вредителей спаржевая фасоль подвержена воздействию ряда заболеваний, особенно первой фазы вегетации. Наиболее опасными для нее являются мучнистая роса, антракноз, корневая гниль, бактериоз, аскохитос, белая гниль, мозаичность. Спаржевая фасоль подвержена заболеваниям для борьбы против них применяют специальные фунгициды. Мозаичность и другие вирусные недуги не подаются лечению и потому пораженные растения необходимы как можно быстрее удалить с участка, пока болезнь не распространилась на другие растения. Среди вредителей наибольший вред для спаржевой фасоли представляют белокрылка, ростковая муха, слизни, бахчевая тля. Их уничтожают при помощи инсектицидов. Слизни допускается собирать вручную. Урожай спаржевой фасоли Сбор урожая созревания плодов обычно начинается в июле-августе и, в зависимости от сорта, может длиться до осени. Стручки можно собирать в период молочной спелости, когда они еще не затвердели и не потеряли вкус. Следует ежедневно отслеживать созревание и собирать лишь те стручки, которые провисели не дольше недели. Сбор урожая проводят рано утром. Сорванные стручки употребляют в пищу или пускают в заморозку или на переработку по специальным рецептам. Продолжение следует...